Вечер добрый! Вы слушаете свое радио, и, как обычно, с понедельника по пятницу с 8 до 10 вечера в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседы беседуем, ну и, понятное дело, с их творчеством знакомимся, если вы не знакомы, и слушаем с наслаждением, получая удовольствие, если вы фанатеете от того или иного коллектива. Сегодняшнюю группу особо представлять не надо, и не особо тоже не надо, знают ее все, эту замечательную группу, но по традиции нашей сложившейся, начну рассказывать о них чуть позже, после того, как они сыграют свое первое произведение. Это важно, в некотором смысле музыкальная заявка для тех, кто вдруг, по какой-то причине, никогда до сих пор не слышал о них. Ну, всяко может быть, мало ли, чем черт не шутит. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Там, за третьим перекрестком И оттуда строго к югу В садник золотою саблей Кровы густо сеют звезды, слышишь? Грозди мира нет неба Из прорех зерно стальное Горные лихие тропы Покрывая пеленой Дороги сплели с тугой клубок Влюбленных змей И антихамия вулкана В туманах немеет крыло лукавый Смирись, мы все равно тебя сильней И у огней небесных стран сегодня будет тепло Горные лихие тропы Горные лихие тропы Горные лихие тропы И антихамия вулкана В туманах немеет крыло лукавый Смирись, мы все равно тебя сильней И у огней небесных стран сегодня будет тепло А у третьего порога За широкою ступенью Верно шелковые камни бьются на дворе Дорога, слышишь, правый путь ведет на тридцать Путь окружных гонок к югу Но на свете нет дороги Чтобы нас вела друг к другой дороге Сплели с тугой клубок влюбленных змей И от дыхания вулкана в туманах Немеет крыло лукавый Смирись, мы все равно тебя сильней И у огней небесных стран сегодня будет тепло И у твой клубок влюбленных змей И от дыхания вулкана в туманах Немеет крыло лукавый Смирись, мы все равно тебя сильней И у огней небесных стран сегодня будет тепло Ну что же Мельница, ну в общем я думаю, что особо-то в представлении этот коллектив не нуждается Наталья Ушей Она же вокал, она же арфа Здрасте Она же умница, красавица, комсомолка, активистка Ну в общем во всех отношениях личность яркая Личность выпуклая Ну в хорошем смысле Подожди, подожди В хорошем смысле Далее Сергей Ишняков, гитара-вокал Можно к микрофону хотя бы раз за эфир Вот к этому, к эфирному подойти Да, вот к этому, чтобы поздороваться Добрый вечер Вот хорошо Виоланчей Алексей Орлов Здрасте Здрасте Скромно сказала, ведь парень-то такой достаточно яркий в коллективе Не сказать, что скромник, правда? Нет Нет Бас Алексей Кажанов Леш, можно, ну да, хотя бы разочек К микрофончику-то Добрый-добрый вечер Вот, у вас сегодня с Лешей, во-первых, мало то что имя Одно еще и цвет гитары и футболки У меня еще ботинки зеленые Да, и ботинки у тебя гармонируют Это наш корпоративный стайл Дим, если можно, разочек хотя бы Я понимаю, что неудобно выковыриваться Добрый-придобрый вечер Вот, он сказал сразу много, чтобы потом о нем не забывали Ну и человек, у которого свой собственный микрофон Свой собственный домик Своя собственная кухня Это, как обычно, барабанщик коллектива На сервере с Дмитрием Фралов Всем привет Да, надо заметить, что здесь в студии Еще один человек от коллектива Это звукорежиссер Алексей Денисов Алексей, можно тоже подойти поздороваться Все, здравствуйте Здравствуйте Михаил Шкаренков, наш звукорежиссер Он на контроле сидит Занимается тем, что пытается помогать тому Что происходит сегодня в эфире Начали вы с той песни Которая сразу вызвала у народа Понятное дело Легкую состояние Гроги Оторопь Да, не узнать невозможно Или стали тут же обсуждать Что вот этот голос Вообще ни с чем никак не спутать Ну и действительно так У нас с группой Мельницы Между прочим связано Очень много Хороших, приятных моментов И я могу сказать Что коллектив Закрывал в свое время Программу «Живые» На радиостанции С названием «Наша радио» Так уж вышло И сейчас они здесь продолжают Нашу с ними дружбу И отношения Спасибо, что приходите Спасибо, что не отказываете Я надеюсь, что в этот раз Мы не закроем ничего Нет, это все от нас зависит Скажешь, закроем Головка Там не от меня зависело А здесь в некотором смысле От меня С нами можно связываться 4647 Это короткий номер Для смс К ваших 4647 Сначала пишите свои Причем неважно Латиницей или кириллицей Делайте пробел А дальше уже Все, что хотели бы Адресовать коллективу Это могут быть вопросы Это могут быть эмоции И впечатления Делитесь всем Что есть у вас сейчас Группа Официальная группа ВКонтакте Группа своего радио Там анонсер давно выложен С фотографией Очень красивый Наташа там такая яркая леди Из какого-то непонятного Для меня какого века Выпуклая Очень выпуклая Да, очень выпуклая Красивая И там есть, кстати Название коллектива Выделено синем А значит активная ссылка Кликаете Оказывается у них в сообществе Вопросы можете под анонсами Ваши впечатления Эмоции Ну всем-всем-всем делите Что у вас есть на душе Видео Можно ведь смотреть На все, что в этой студии происходит Достаточно все просто Зайдите на сайт Своерадио.фм Там сверху увидите Плеер Под баннером В плеере слева Онлайн аудио Это чтобы слушать Онлайн видео Справа Это чтобы смотреть Кликая на эту кнопку Вы оказываетесь На планете.ру Это краудфайдинговая Замечательная платформа И там есть картинка Помимо картинки Еще и чат В котором также Можно что-либо писать Ну в общем Все возможные варианты Общения Я рассказал Теперь Сообщение С которого начну От Андрея Архипова Оно пришло Подметил я его Еще когда Эфир вот только-только Начинаться готов был До того как начался Очень любопытное сообщение Скажу так Расскажу свою историю Знакомства с этим коллективом Пишет Андрей Архипов Слушая исключительно Инну Желанную Уже интересно Молодец Хороший начало Что-что-что-что Так-так-так Говорю Да тебе это особо интересно Ему особенно интересно Тебе это особо должно быть интересно Так вот Я упорно всем кричал Что кроме нее Других Кантов просто нет Но в моем доме Появилась знакомая Из Питера Которая нашла мне В интернете Несколько записей Мельницы Для того чтобы Ее не обидеть Я конечно сказал Что все типа круто И вполне можно слушать Отложив В своей голове Что есть Такая вот Мельница Купив ей Подруге диск Я конечно Воткнул его В проигрыватель Естественно Прослушал С тех пор Дискография Каюсь ворованная Хранится в недрах Моего телефона И компьютера Надеюсь что мне Все таки удастся Воровку то превратить В честно купленную Спасибо музыкантам За их работу Они классные Пропал человек Пропал Ты понимаешь Пропал Это все питерские знакомые Вот все от Питера И самое это интересное Что Андрей он как чувствовал Потому что Ну что говорить Дмитрий Фролов Он играет на барабанах Что у Инны желанной Что у Наташи ушей Так что в общем В принципе связь Некая есть И Андрей чудо Судя по всему Это почувствовал Он видимо по барабанам Ему барабан просто нравится Да Что это в общем Музыка это хорошее Приятно Я так думаю Я ведь не утверждаю Если он сейчас ответит Что это так Личный поклонник Дмитрия Фролова А почему нет Ведь такое тоже может быть Ребятки Давайте дальше Будем петь А потом поговорим С вами уж подробненько О том что с вами происходит Имея ввиду В творчестве Безусловно Как всегда Живой звук А кстати Ты скажи пожалуйста Что будет дальше то А дальше будет песня Под названием Ангел Окей Живой звук Как всегда в программе Живые Мельница здесь сегодня Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Изголовное сердце Ловит в кратчевый шаг Я слышу рок От ангельской крови В своих ушах Лицом ладони В славе Господней Так горячо Я слышу трепет Маховых перьев За своим плечом Маховых перьев Капли свежих царапин Крови в плену Ангел закатный, бронзовладный, идет на войну Да не возьмется звездам, не спится, который петь Твой пассажиром зеленокрылый почти человек Я на то ставки, я кандидат небесных наук Жми до забравки, уши натянут радуги Стреляй по стеклам, по ритмам перьям, гласая смерть Как гриба в легких клосочек вверх И рвется вверх, 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 вверх Керк, керк, керк ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красиво! Ну, правда, красиво! Мельница здесь сегодня, народ спрашивает об инструментах Вот та духовая клавишная штуковина, как человек выразился Мелодика Мелодика достаточно популярный уже инструмент За исключением ирландской арфы Здесь все, в общем, в принципе, практически все Достаточно привычно уже даже электрическая виолончель Ну почему? Пятиструнная электрическая виолончель Бывало у нас такое? Я к тому, что бывало у нас А вот ирландская арфа есть только у Наташи Но она не только ирландская, она еще и электрическая А вот все, убила окончательно Мало того, что ирландская, еще электрическая Не боишься, что током шибанет, нет? Да нет Привыкла? Привыкла, да Я собака ухожу током и шибанет А это правда Это правда Давай вот годик-то прошел уже практически С тех пор, как мы виделись в последний раз Или там, как у вас принято, крайний раз Я не понимаю, правда, всех этих отличий В прошлом сезоне В прошлом сезоне Этого мультфильма Нашего мультипликационного сериала Что за это время произошло? Ой, с тех пор мы отыграли лето Целое фестивальное лето Мы начали новый тур Посвященному 15-летию команды Мы написали много новых песен В общем, вот как-то так И все? Так коротко ты? Ты со мной решила коротко разговаривать? Коротенечко Что-то как-то ты не разговорчиваешься Коротенечко минут на 40 Не, на самом деле На самом деле у нас очень здорово В этом сезоне расширилась география гастролей Как-то, как вот мы начали тур Еще в сентябре с Мурманска Где мы до этого не бывали Так оно все вот и происходит То есть буквально сейчас Несколько дней назад Мы вернулись с Дальнего Востока Где у нас тоже были первые В истории концерты группы Мельница Переаншлаговые Я уверен И поэтому мы до сих пор еще Как-то не совсем отошли От этой поездки даже То есть вы никогда раньше Не бывали на Дальнем Востоке? Нет А как так могло получиться? Сколько лет существует коллектив-то уже? Пятнадцать Вот именно За пятнадцатый лет Ни разу не были на Дальнем Востоке Ну, как-то вот Так это так далеко Что туда три года На собаках Точно Вот же мы и ехали Шесть лет двигались туда и обратно Наконец, в принципе, все сложилось Как я понимаю Тут кто-то благодарил за концерт Я сейчас не помню В Риге, что ли Когда вы были в Прибалтике в последний раз? Никогда Мы были прошлым летом в Таллине В Таллине Или в Таллине В Таллине Я думаю, что это про Таллине В Таллине Я просто потерял сообщение Помню, что что-то из Прибалтики было такое Кстати, география у радиостанции достаточно широкая Поэтому не удивляйтесь, если будут приходить сообщения Из таких далеких точек Как Владивосток в том числе Как, например А Федерация Микронезия? Домендное имя ФМ? Пока не было Вот могу сказать Пока у нас не было оттуда никого Но кто знает Время-то оно такая штука Знаешь, как распространяется информация Какое-то время спустя Может и оттуда кто-нибудь появится Максим Голокин-Кузнец пишет Просто браво Ну, просто браво Это другая группа Да, это не мы точно Это правда, другая группа Тоже замечательная Передаем привет Евгению Хафтану Пользуйтесь случаем Сегодня здесь не браво Максим Зверев пишет Год назад они закрывали программу «Живые» на нашем Поэтому слушал с грустью Но через час эфира плохого настроения Как не бывало Мега-позитивные ребята Надеюсь услышать сегодня песню Горец Вот она-то меня и спасла В прошлый раз Удачи, дамы и господа С уважением ко всей группе Ваш слушатель из города Домодедово Уж не знаю, чем спасла эта песня человека Да Но, тем не менее, видишь, оказывается Такой отпечаток Спасла Уже не плохо Это хорошо Значит, салют свои Пишет Никита Пятачков Вот Мельницу-то я знаю Познакомился с группой Году в 2006 Интернетов тогда быстрых не было За музыкой ходил к друзьям И в один прекрасный момент Один из друзей, к которому пришел за металлом До кучи закатал мне и мельницу И вот лежали записи на винте Я уже и забыл про это Раз смотрю, что незнакомое что-то Надо послушать Включил И покрылся мурашками с головы до ног Это было невиданно Неслышанное Неслыханное удовольствие Да, раз 20, наверное, переслушал До того Вы мне понравились Это был перевал С тех пор вы в моем тренде Вот так вот Ну это, кстати, распространенная история Почему-то люди Люди действительно идут куда-то за металлом И вдруг случайно начинают слушать мельницу Вот так и случается в этой жизни Перекос у человека в голове Ну нет, ну просто это очевидно Видимо, мы играем металл Ну, судя по всему, да Да У вас такой своеобразный металл Но, тем не менее, людей Ну как это? Жесть — это тонко раскатанная сталь Абсолютно верно То есть, нет, вы играете Тогда вы играете жесть В таком случае Тонко раскатанный металл На самом деле Привет из Омска Было круто Ждем новых концертов Вот, пожалуйста, омичи подтянулись Отлично Вот видишь как Всем своим здрасте Хотела неотрывно слушать Я сама с провайдером разбираюсь Анна Березина Разберитесь уж быстрее Хотелось бы, чтобы вы тоже были с нами Давай дальше Что будет дальше? Дальше будет песня «Шелкопряд» Ну Но Решили хитами сразу добить А потом уже как-то так Подкормить чем-нибудь новеньким, свежим Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь мельница сегодня Поехали Послушай, похоже, опять нашла меня беда Я ее отвезти не сумела Ты знаешь, меня заливает песня, как вода Сквозь перила ажурные тела Не важно, крыло ли из арфы Арфа ли из крыла Песня тянет ночами суставы Она солона Точно кровь и так тепла И в покое меня не оставит И в покое меня не оставит Не вращаюсь Девогенном Па-па-па Звоночнику Пьется песня И наград Зелены мои дни Белы мои ночи И пахнет травой И сладкий я Девогенном Па-па-па Звоночнику Пьется песня И наград Гряжутся И шелкопня Пьется песня Она просыпается В объятиях чужих Без стыда Притворяется мною Она оторвется И слетит Но чтобы жить Заверет Мою душу Собою О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о По звоночнику пьется песня виноград. Зеленым мои дни, белым мои ночи, И пахнет травами сладкими я. Где по венам, по-па-па, По звоночнику пьется песня виноград. Гряжутся шелкотля. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я прочитаю одно сообщение, которое ввело меня в легкое замешательство. Не сказать, что в ступор. Я имею в виду его первая часть этого сообщения. Дальше-то вроде все нормально, кроме одного пункта. Поэтому, если вдруг что-то всплывет в сознании, ты мне сразу расскажи. Расскажи мне все. Все не надо. Лучше частями, потому что человек пишет вот что. Привет мистеру Ша и его Дрбаб. О-о-о-о! Далее, далее. Новосибирские психи у радиоточек. Вот это меня слегка шибануло. Далее следует следующее буквально. Хочется неделикатно напроситься на комплимент, чтобы прогремело на всю страну о наших шалостях и спросить, сдвинулся ли Новосибирск в личном топе Хеловисы хотя бы на пару строчек вверх. Ирина Трей запишет. Что это такое мистер Ша и его Дрбаб? Леша. Давай я расскажу про мистер Ша, а ты расскажешь про Дрбаб. Дрбаб, да. Нет. Нет? Да. Хорошо. Я убрал ему микрофон. Рассказывай, иначе мы так будем... Короче, мистер Ша. Дело в том, что сейчас, когда мы были в Новосибирске, у меня была такая карточка в номере, типа welcome, где мы проявляем особое внимание к нашим посетителям. Наш подход исключительно индивидуален. Дорогой мистер Шпетер, добро пожаловать в Новосибирск. Да. Поэтому в Новосибирске меня называли мистер Шпетер. Мистер? Да. Даже не мисс... Мистер Шпетер. Мистер Шпетер. Леша, а теперь про баб. Ну, в общем, в этом же отеле проходил кастинг одного телеканала с танцевальным конкурсом. Вот. И я все утро ходил и уламывал как бы Наташу, Сережу и прочих наших... Нет, не путай. Мистера Шпетера ты уламывал. Мистера Шпетера, да. Мистера Шпетера, да. Чтобы мы поучаствовали в этом кастинге, его выиграли и поехали на телеканал, так сказать, с номером мистера Шпетера и его дрессированные бабуины. Ах, вот как. Вот. Так как танцевать мы не умеем, но зато бы выигрывать точно. Мы очень любим. Нас с бабуинами поспорить могли бы, ты об этом. Ха-ха-ха. Ну и что в результате? Чем дело кончилось? Ну, как обычно. Ну, как обычно. Победили бабуины? Нет, победил здравый смысл. Лень. Вам просто было лень победить. Победили здравый смысл, лень и голод. Мы не пошли, ничего не выиграли. Мы не пошли на кастинг, ничего не выиграли, зато мы взорвали инстаграм тегами мистера Шпетера и его дрессированные бабуины. А также «Новосибирские психи» — это инициативная группа Новосибирского фан-клуба, вот как раз Ирина Трейзи, которая пишет, которые устроили какой-то просто мега-флэш-моб. Там было очень много плакатов, очень много горящих всяких лампочек. Короче, весь концерт превратился в один большой флэш-моб, который увенчался тем, что мне подарили мешок бураков в качестве сладкого. Бураки — это чтобы все понимали свёклу. Это свёкло. Зачем ты ставил сверло в свёклу? Это свёкло. Мне скучно, ты скучно. Свёкло. Бураками называют свёклу в Украине. Да, извините. Не-не-не, не все владеют украинской молодой. В общем, да. Короче, в мешок свёкла. Кому пирожки, а кому свёкло. Подожди. Ты же видишь, лампочка не горит. Вот теперь говори. И мешок пирожков, которые мы ели несколько дней. Всей группой не могли доедать. Кому пирожки, а кому свёкла. Кому кувшин в другом дворец. А чего ещё бабуинам-то? Ну, в общем, да. Мистера Шпетера. Мистера Шпетера, да. Слушай, мне кажется, в этом могла бы быть какая-то фишка. Если будешь создавать новый проект музыкальный, в котором музло и вокал отличаются от того, что… И свекло. И свекло, да. Так и назовёшь его, собственно говоря. Мистер Шпетер и его дрессированные бабыни. Да, да, да. Причём можно… И играть металл. Да, да, да. Причём совсем альтернативу такую играть. Абсолютно. Да, да, да. И альбомы можно назвать там «Мистер Шпетер». «Мистер Шпетер возвращается». «Мистер Шпетер наносит ответный удар». «Мистер Шпетер. «Начало». Пятница двенадцатая. «Мистер Шпетер». «Завтра тринадцатая суббота». То есть уже обыгрывать так обыгрывать. Я думаю, что тяжелечо какой-нибудь сыграть вы сможете. Вот сейчас эксперименты ради дайте по струнам что-нибудь такое для «Мистера Шпетера». Как раз сейчас он и начнётся. Сейчас он и будет. По программе. Дадим по струнам. Опять чуечка меня не подводит. Как будет называться следующее по программе вашей? Лёгкая жесть от группы «Мельницы». Как сегодня пела моя младшая дочь «Ночная кобыдла». Хорошо, пусть будет так. Как всегда живой звук в программе «Живые». Мельница здесь сегодня. Поехали. Нет, мистер Шпетер я как-то перепутал. Пограем. Спасибо вам, знаете. Пошёл ночною, порой ночною За тёмной рекою, за быстрой водою Не знал опора, не знал покоя Зашёл дыруною, за ней вороною Пришёл желанный, ушёл постылый Чужая рана его томила Чужая слава его манила Туда, где ходила ночная копыла Честного не жди слова, я тебя предам Снова не ходи, не гляди, не жди Я не поярный, ведь нет Мало толку не грусти, дорогой долги Не смотри назад с тоскою Не зови меня с собой Срезал дорогой высокий степель Смотрел себе под ноги и видел небо Холмы кострами отъял золотыми И глядя в пламя, шептал её имя Искал копылу, нашёл копылу Как ночь сулила, весна молила Пружинил силы сквозь враг ревнивый Связал копылу её же ревнивый Честного не жди слова, я тебя предам Снова не ходи, не гляди, не жди Я не поярный, ведь нет Мало толку не грусти, дорогой долги Не смотри назад с тоскому Не зови меня с собой О, весна хмельная, весна дурная Зачем ты вела до последнего края? Телом смелых зачем пленила? Что ты наделала, что ты творила? На жребем сильных, как древней страстью Нет, 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 он был не власен Река забыла, луна простила Кого слюбила ночная кафе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шел ночною, порой ночною За темною рюкою, за ней вороногу Река забыла, луна простила Кого слюбила ночная кафе Ну вот вальнули метальчику немножко, хорошо Молодцы! Это было круто, но это всегда круто, на самом деле А вот смотри, какая штука интересная Тут куча всяких смс-ок пишут, причем смс-ки С вопросами, я так полагаю, людей, знающих и творчество, и следящих за твоим вообще, в принципе, твоей жизнью, не только музыкальной Потому что, вот, например, одна из смс-ок Напомню, 46-47, свои, пробел, дальше сообщение Наталья, насколько, несколько лет вы, несколько лет, вы участвовали в фотопроекте Агаты Негровской Может быть, несколько лет назад идет Несколько лет назад, наверное Да, скорее всего так И предстали там в образе стимпанк-видимы Да Кем бы вы хотели себя видеть, если бы вас еще раз пригласили в какой-либо фотопроект? Может, героиня какой-нибудь сказки, но в современном стиле? Спасибо Может быть, самый короткий ответ из всех возможных Да, мистер Шпетер Ну, нет, кстати Я думаю Я думаю, что, честно говоря, я бы на себя с удовольствием примерила какой-то травести образ Да ладно Да, ну потому что я все время в каких-то там длинных платьях, в каких-то прическах интересных, в цветочках, не знаю Тогда лучше травести В ресницах, там какой-то вот... Ну, короче, я не знаю, короче, я бы, наверное, попробовала быть мистером Шпетером Я напрягся маленько, потому что, ну, прости, конечно, но в театральном мире травести — это актриса или актер, играющий ребенка А травести — это перефразированная история с сексуальным подтекстом Ой Это, да, это, чтобы ты понимала Ой Это, чтобы ты понимала Я запишу Это, чтобы ты понимала Это, чтобы я понимала Да, травести — это вот мальчики, которые одеваются в женское белье и ходят всем, доказывают, что они девочки Трансгендеры Тип того, да О, я буду знать Лучше травести Ага А то вот могут не так понять Хорошо, хорошо, спасибо Ну, это я так Спасибо, я буду знать На всякий случай Везумно рад Волшебница-мельница мне открыла несколько лет назад «Мир фолка», пишет Дмитрий из Бурнаула, например Наталья, дайте, пожалуйста, рецепт быстрого восстановления голоса перед концертом, спрашивает Зима Гомеовокс Спасибо Очень быстрый ответ и очень быстро восстанавливается голос Гомеовокс Гомеовокс действительно, ну, это замечательное лекарство, которое можно есть буквально пачками, оно действительно очень хорошо рассматривается Смысла никакого, то есть ты об этом? Нет, я имею в виду, что нет никаких побочных эффектов, кроме восстановления голоса Я вот яблоки люблю, тоже нет никаких побочных эффектов, очень хорошо Нет, оно действительно очень хорошо любое несмыкание убирает Ага Значит, здравствуйте, хочу поблагодарить за творчество группы «Мельница» Ваши песни и мелодии — это что-то с чем-то Они помогают как задуматься, так и просто расслабиться, и их можно слушать постоянно Еще раз большое спасибо и творческих успехов Подпись «Юдашкин» Однако Не знаю, тот ли Юдашкин Или какой-то другой Юдашкин Но звучит громко А ты сейчас Гомеовокс пьешь? А нет, водичка, я понял Не, я водичка Просто так выдохнула перед тем, как глотнуть, я и подумал Мало ли, может, ничего не того в стаканчике Ну, смотри, познакомилась с музыкой «Мельницы» относительно недавно, примерно два года назад Самая первая песня, услышанная мной, влюбилась в творчество группы Вдохновилась на прочтение «Властелина колец», изучение кельтов Спасибо за ваши песни Вы дарите чудное, чудесное настроение, развитие и процветание вашему коллективу Елена Кнехт Спасибо Вот что касается развития Я знаю, что ты очень много экспериментируешь Я знаю, что ты очень много где с кем поешь Помню, с «Беркутом» пела еще в Али, да? Замечательное было веще Знаю, что с «Северостоком» поешь Да Да, и сейчас хоть в премьерах у меня эта песня звучит Именно с твоим вокалом, как на пластинке Но она приятная, да? Да, хорошая И группа хорошая, и ты хорошая Вот сошлось одно с другим Какие еще эксперименты от тебя можно ожидать? Ну вот у нас был, на мой взгляд, очень удачный эксперимент с Эдмондом Шклярским Когда мы на рождественском концерте в Петербурге В Декалин Совета пели песню «Радость моя» И я сейчас предложила Эдмонду поучаствовать в записи грядущей пластинки Где в качестве одного из треков будет как раз ремикс «Радости моей» Так что вот, будем работать А как ты умудряешься все-таки успевать работать? Ты живешь там не особо близко к Эдмонду Шклярскому Да и к нам тоже, мягко скажем, не близко Ничего-ничего Ничего? Ничего-ничего Зеленые сапожки помогают бегать быстро-быстро Читайте об этом в новой книге Твоей? Читайте об этом в моей новой книге? Никак, да? Лешенька, твоей новой книге? Нет, 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 что вы, я не пишу Нет, да? Читатель Не писатель Это я у нас писатель Нет, на самом деле я себе как бы это Оборудовала подобие домашней студии в Женеве Что, конечно, очень тяжело делать на съемной квартире Но как-то, в общем, если долго мучиться, что-нибудь получится Вот, поэтому даже когда меня нет в Москве У нас работа продолжается, я бы даже сказала, кипит Слушайте, здорово Я сейчас только вдруг понял, глядя на Лешу С чем я все-таки его ассоциирую С его виолончелью Тут народ спрашивал, что это за палка со струнами Это виолончель, друзья Это палка со струнами Это палка со струнами Электровиолончель Просто, ну, относительно недавно Этот человек шел по коридору нашей Здесь вот, рядом с нашей студией А впереди у него был, как у кенгуру, такой замечательный сверток Я еще тогда подумал Он привык настолько к своему инструменту Что даже ляльку свою таскает Исключительно так, как виолончель Только впереди себя и только на птесемочках Это было очень мило, правда Сейчас вспоминаю так, это по-доброму Как-то все внутри всколыхивается Значит, насчет мельницы и металла Пишет Борис Толстуха Когда я впервые побывал на концерте мельницы в 2012-м А ну, как старичок В программе было три номера из перевала Ночная кобыла, Прялка и Господин горных дорог Которые были исполнены не иначе, как в жанре хард-рок Тогда я понял, почему мне когда-то понравился этот альбом Когда я был лютым металлистом Вот смотри, пожалуйста Кстати сказать, есть такие группы, в том числе и мельница Которые на металлистов производят уникальный совершенно эффект Есть группа Теодор Бастард Которая никогда не играла ничего металлического Это электрон Ну, знаете, что я буду рассказывать Вы знаете, что такое Теодор Бастард И какая на них была реакция На эту группу Вы себе не представляете, когда они были в живых Металлисты писали любовные письма Я металлист Я столько лет слушаю металл Но это... Вот то же самое сейчас пишут люди, которые любят тяжелую музыку И мельницы Это же круто, когда вы... Это какой-то 25-й кадр Когда вы и фолк, когда вы и жесть Тонко раскатанный металл То есть когда вы и практически металл И вы попадаете, по сути дела, под вкусы практически любой Ценищей хорошую музыку аудитории Вот как получилось так Вот мне просто удивительно действительно Хотелось этот рецепт, наверное, его никак нигде не списать Этот рецепт, потому что это само собой получилось Ну, понимаешь, если бы я, например Если бы я росла на фолке И вот начала писать свою музыку Такого эффекта бы не получилось, я думаю Как бы, а поскольку Поскольку в обычной жизни Там я, как бы, фолк Слушаю редко И дозировано А в основном я слушаю как раз Либо классику, либо тяжелую музыку Вот, наверное, вот как-то Оно все так подспудно и пролезает Угу Как-то само собой цепляется Проползает, да Не было установок таких? Нет, нет Ну, круто Круто просто потому, что, видимо, чуечка Да Чуечка С Лусей дуэт у вас был замечательный Да, мне очень понравилось Мы очень хотим дальше еще что-нибудь Что-нибудь замутить и продолжить Потому что как-то вот Обе были очень-очень довольны Тем, как все получилось Роскошная Она очень тонкая Она очень профессиональный музыкант Она как бы всегда за любой кипиш Да Очень открытый человек Очень-очень хороший Очень добрый человек С ней очень приятно как бы вот работать Если кто не понял Это Лусина Геваркян Речь идет о группе Луна Ну, или Трактор Боулин Как хотите Там два проекта Это, кстати, Трактор, кстати, завелся снова Да, я знаю Между прочим Какое-то время постоял Постоял На запасных путях И вот снова Трактор выехал С эпидемией Да, вот Денис Мальцев Расскажите, как вам работала С группой Эпидемия При записи песни Смерти нет Да как? Очень просто Пришла, спела, ушла Пришла, спела, ушла Да, на самом деле Потому что писались они На студии у моего хорошего друга Антона Круглова С которым мы друг друга знаем Просто как свои пять пальцев Он меня как вокалист И я его как звукорежиссера И там было, конечно, очень смешно Потому что как раз Пришли ребята из эпидемии Там Женя, Юра Вот И они такие Вот, а что она сейчас будет делать? И Антон такой Как кот сметаны Наевшийся там Сидит звукорежиссер И говорит Ну, вот сейчас Наташа будет петь Очень стабильно Сейчас мы попросим Ее подать Немножечко хард-рока А здесь попросим Спеть нежно И посмотрите Сейчас она Все это сделает То есть Антон так Устроил выставку Достижений народного хозяйства В моем лице Это было очень мило Ну, и ты выдала все Что у тебя просили Я, да Кто бы удивлялся Так что записались Мы очень хорошо Мне кажется Ну, я могу, конечно, ошибаться Но мне кажется Ты как раз Та самая певица Которая мало кому Отказывает В дуэтах Ну, вот в таком сотворчестве Это почему так? Почему ты так легко Идешь на контакт? Мне кажется Мне просто везет В первую очередь С предложениями на дуэты То есть, как правило Вещи, которых Мне предлагается участвовать Они мне самой нравятся То есть, иногда, конечно Бывают случаи Когда пишут люди Говорят Вот, мы тут что-то придумали На самом деле Ну, как бы Вот у нас записи нет И группы у нас На самом деле тоже нет Но зато есть песни И вот хотелось бы Выступить с вами На одной сцене Спеть дуэтом На такое я не отвечаю Честно скажу Но это скорее исключение Нежели правило Потому что, как правило Предложения О дуэтах Они всегда Очень адекватные И хороши Я вот сейчас задумался Я вообще не пою Не умею этого делать Но я подумал о том Что наше знакомство Вообще наша дружба Могли бы позволить мне сказать Хочу стать знаменитым А давай споем вместе Как мы с тобой Тихо Как мы с тобой Заваляем что-нибудь Да И потом я проснусь Знаменитым На следующий день И буду гордиться Тем, что пел С Хиларисой Ей, правда, по-моему Будет стыдно Но зато я буду Этим гордиться Давай петь Я помолчу А ты попоешь Я в этом смысле Что это будет дальше? Это будет песня Шаман Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Мильница Я кривой иглою шкуры Штопала солнце над озером Плавала в тумане свежей кровью Среди синего молока Плачет долгий За далекой сопкою Знаем, сделав осени Собещаем лайки Вторят в боем У оленей красный рога Он колдун, он ведун, он шаман Он трот лет сам с собой В трех мирах Под его ногой Танцуют камни Липовин у меня в груди Скоро снег, скоро лед Скоро на охоту За оленей на семи рогах И с косы сентря Дзидева дай мне Режь не гляди Так не вспомните мне Я коптила рыбу Сверотвоем клевером Ой, одолень трава Знаки начертила я На ней стрелою Эй, ой, так каленую Имени запретного Закалая брак Калерая стрела Забудешь первый закат За ним забудешь Второй собаки рыбу съедят Смешают кости со мной Дни короче ночей И отрастает коса лайки, рвутся с цепей А в их глазах небеса лайки чувствуют след Кровавый, как пересклет И снова дикий олень несется в алый рассвет В тумане липком, как кровь, он растворяется Вновь и солнце между семи силей кровавых колок Не теряй коня, псы мои шансы В сторону земных души ты леса за бою предан Луком и тетивой до того, как упадет ночной туман Снежный металлый, надо мне сыскать колдуна-оленя Эй, ой, 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 небутевого Только вспомнить имя бы его запретное Станет вновь шамал собой Между миром, да, примет то запретное Станет вновь передо мной Словно листь перед травой Эй, ой, 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 ой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо-то как. Хорошо. Слушай, здесь Иван Петров вот что пишет. Вопрос Натальи. В Австрии есть очень интересный коллектив, поющий на русском. Принцесса Ангина называется. Слышала таких? Нет, не слышала. Были они у нас в живых. Замечательные совершенно ребята. Принцесса Ангина. Ну, так она себя именует. Действительно живут в Австрии, но они, в общем, русские. Там австриец-басист. Какой басист? Нет, серьезно. Ты прекрасный басист. Ничего против не скажу. Но тот какой-то особенный. Он весь погружен в себя, весь в себе. Весь в басу. Кто-то у них еще австрийцы. Барабанщик австрийец. Да, вот они, ритм-секция. Бас и барабанщик, они друг с другом по-немецки. А вообще группа, трудно сказать, что австрийская наша. Было бы круто, если бы вы сыграли с ними. Что это было? Леша Буянит. Да, я понял. Сыграть с ними. Очень много струнного у них тоже есть. Ну, не знаю. Раз не знаешь группу, то, в принципе, спрашивать об этом нет свойства. Ну, да. Ну, рекомендую послушать. Я послушаю, да, да, да. Они очень необычные. То есть это совершенно другая стилистика, отличная от вашей. Но они прикольные. Они даже в ротации есть. И премьера была. И звучат они на своем радио в ротации. Поэтому можно услышать в эфире. Басист обиделся. Пижниц. Я сказал, что басист хороший, это не значит, что он в мельнице плохой. В мельнице не может быть плохого басиста. Я просто вспомнил сейчас о принцессе Ангине, как о явлении, да, как о факте. И пытался вспомнить, что у них и кто у них. Вот потом, по ходу дела, сообразил. Так. Ага. Анастасия Соколова. Смотри, какая память у людей. Наташа. Год назад в живых вы красочно описывали процесс сочинения песни о Сент-Экзюперии. А когда мы ее услышим, так хочется спасибо группе за твой. А что, готова уже песня? На пластинке-то сокатанная уже? Нет, она еще в чистую как бы не записана, но мы работаем пока над... Демо-версия готова. ...над очень сложно сочиненными демо-версиями. Да, оттачиваем партии для того, чтобы уже когда мы сейчас летом пойдем в студию, тратить как можно меньше времени, честно говоря. Экономнее просто получается. Понятно. Но смотри, люди помнят, я не помню таких деталей. Ух, какие страшные дела. Люди помнят. У меня, по-моему, просто очень длинный язык. Я разбалтываю все время все секреты из церкви. Я очень много спойлерю. Вот потом, в общем, сама об этом жалею. А что жалеть-то? Ты знаешь, я тебе скажу, почему. Потому что иногда, когда я начинаю раскрывать кухню, у меня был один период, когда я с удовольствием рассказывала, раскрывала прям кухню такую. Вот да, вот здесь вот мне там что-то пришла какая-то ассоциация, не знаю, с Пушкиным. А вот здесь я решила передать привет Лорке. А вот тут я дала, значит, Гоголя в тексте. После чего на голубом глазу приходят в социальные сети на форумы люди, которые говорят, «А скажите, пожалуйста, вот песня «Дорога сна», она по какой книжке написана?» Я говорю, не по какой. А песня «Господин горных дорог» по какой книжке написана и по какой легенде? Не по какой. А вот это вот, значит, вот песня «Никогда», вот ваша новая там какая-нибудь... Это вы из какого романа почерпнули? И все. И получается, что как бы, ну, из-за того, что я слишком много болтала об источнике вдохновения... Не потому. Это потому, что люди слышат другим внутренним ухом, а не внешним. Люди слышат неправильно. Вот и все. Я коротко расскажу историю, после которой ты спаиваешь обязательно историю, очень поучительная. Как-то на одной, давно это было, радиостанции, у меня была программа, шоу такое, где мы поднимали разные темы, и я решил поговорить о русском языке. Потому что меня достало на тот момент, что они звонят, ложат, вот хоть ты убей этих людей, а не по-русски говорить никогда не научатся. И я пригласил к себе в эфир человека, какого-то доктора наук, как раз по языку, да? Так, чтобы какие-то вещи разъяснить людям, которые слушают эфир. Начал я с того, что, ну, дорогие мои, давайте мы сегодня, вот буквально, поговорим о том, как правильно произносить те или иные достаточно простые, как мне кажется, и понятные слова в русском языке. Чтобы всякого рода ложат и звонят, больше не произносились вами. Звоните. Человек звонит. Я вдруг слышу на том конце скрипучий такой дедовский голос. Интересно. И как этот человек, который говорит в эфире ложат и звонят, может рассуждать о русском языке? Если бы это, знаешь, как... Да, да, да. Слышать надо в другим местах. Поэтому говорить ему всё, что угодно. Раскрывать, может, любые секреты. Те, кто надо, услышат правильно. Но секретов я не дождусь, понятно. Какой песней закончим этот час? Это будет микроакустический сет. Песня называется «Королевская охота». Как всегда, живой звук в программе «Живые». После этой песни мы уйдём на маленькую паузу. Не пугайтесь. После чего, естественно, снова вернёмся в студию. Поехали. Когда становится чуть теплей Небо северных стран на пороге без тени И ночи гонят чёрных коней К востоку от солнца и к западу от луны Когда реки вздыхают в плену берегов И небо дробится о камни порогах И тёмные кудри лесистых холмов Иются над бесконечной дорогой Враг мой, заводный ветер, король облаков Мёдом пахнет твой клевер расистых лугов Но глаза беспокойных голодных боков Все ленятся бедой и тревогой Мы еще утром разбудить песок у воды Лёгкий шаг темногривых терых коней Ах, быстрые те псы, у кого на груди Пол месяц, как знак чистоты кровей И раскидисты дубы и сумрачный тиск Клонят головы пред королевской охоты Оливаемый пёстрыми крыльями птиц В этой скачке на грани полёта Но смотри на деревьях узорные шлемы Смыкаются березка жёсткие стены И зафыркали кони, почуяв измену Или просто запахло болотом А здесь мы жили, покуда могли Ничего не забыли, дети старой земли Ах, как подносили вам короли Девы наших холмов кубки мёда Но ты знаешь, ведь кончие взяли мой след Бои серые кончие взяли мой след Темноклазые кончие взяли мой след И не знать мне, не знаний покоя И пока под копытами серых коней Мне рассыплется мир на насколки дней До конца вслед за сворой половных огней Ты будешь гнаться за мною Ах, твои кончие взяли мой след Твои серые кончие взяли мой след Королевские кончие взяли мой след И не знать мне ни сна, ни покоя Твои кончие взяли мой след Ну, давайте продолжим Напомню, здесь сегодня мельница У нас замечательная внутренняя атмосфера Ну, как всегда Я прочитаю два буквально сообщения После чего очень попрошу спеть Следующее что-нибудь Вот Мася Сергеенко пишет Привет из Владивостока Огромное спасибо за концерт в нашем городе Это просто волшебство, сбыча мечт И моменты счастья Приезжайте к нам еще, пожалуйста Мы далеко, и часовые пояса у нас противны Но мы вас любим, всегда очень-очень ждем Сейчас там совершенно иное время Надо посмотреть на часы Я просто не помню, какая разница Там колоссальная 7 часов Утра, да? Плюс 7 А, плюс 7 Плюс 7 Соответственно, сейчас в столице нашей родины 9.10 Значит, там 28 часов 10 минут Соответственно В Владивостокское время Но это совсем раннее утро То есть практически ночь В Владивостоке А вот любопытное сообщение Пришло от Тащагил Галат Эрейнион Так зовется человек Ездили с друзьями на концерт в Казань Потом поехали за ними в Киров И вот пару дней назад узнали Что мельница приезжает к нам в Йошкар-Алу Такая вот мельничная весна складывается Очень ждем Ребята-то и не знали твои Что катаются некоторые слушатели ваши По городам России Для того, чтобы попасть на концерт Люди катаются Вот сейчас, когда мы были на Дальнем Востоке Это, по-моему, в Хабаровске, да? Были люди, которые приехали из Читы Да? Правильно? Во Владивостоке были люди из Читы Ну, короче, да То есть иногда бывает, что люди делают такие концы И какие-то непредставимые для того, чтобы попасть на концерт Сутки едут на поезде, чтобы попасть на наш концерт Ну, вас это должно, я так полагаю, вдохновлять Это большая ответственность Они практически как мы Мы тоже очень долго ездим Мы тоже сутки едем на поезде, чтобы попасть на свой концерт Да, но это ваше дело Личное, получается, на свой же собственный концерт А тут люди вкладывают вон сколько Средств, сил, здоровья, еще и денег для того, чтобы попасть Днепропетровск также передает привет Спасибо за магию Очень ждем вас в Киев снова Пишет Анастасия Мельниченко Привет из Запорожья В тур по Украине не собираетесь? Марыся Галуза спрашивает Пока нет Пока предложений по туру, к сожалению, нет Киев маячит осенью Киев маячит, да Но в связи с нынешней странной ситуацией в Украине К сожалению, вот у нас был запланирован осенью небольшой тур Который бы составил из Одессы, Харькова и Киева В итоге с всего этого остался только Киев Да Так что посмотрим Кстати, опять же, вспоминая эфир год тому назад на нашем радио На той радиостанции, на прошлой моей нашей радиостанции Я могу сказать, что той географии, которая сейчас есть у радиостанции под названием Свою радио, программы живые, не было Давайте так, у нас любимая игрушка такая у аудитории Это игрушка, от которой я уже отказаться теперь не могу Однажды мы провели это дело А потом народ стал сам требовать перекличку Пока вы будете петь следующую песню Я попрошу аудиторию своего радио и слушателей программы живые Написать, из какого города они сегодня слушают эфир Я полагаю, вам, братцы, будет очень любопытно узнать Какая сегодня география эфира Что будет дальше? Это будет песня под названием «Огонь» Как всегда, живой звук в программе живые Здесь сегодня мельница Я в лесах наберу слова Я огонь напою вином Под серпом, как волна тропа Я разбавлю надежду стом Тебя творить Три года не говорить Сердце сварено в молоке Лист крапивы в глазах костер Лунный свет на твоей руке На рубашке красный узор На рубашке красный петух А им не лишь жалеть огня Как захватит от дыма дух Как светло улыбнется огня Я с тебя оморожи Постой, по углям ходи Тебя целовать Как пепла звезды считать За три года траву соткать Темным полосам вышить путь Искры все на него собрать Пальцы болью горят Ну и пусть кровь делю на твоих без слов Почернеют снега к весне Алой лентой ночных костров Свою душу отдам тебе Все слезы выплакала Ты даже знай, смола Все ветры я прогнала Где теперь вся тепла Всю душу я отдала А другая тебя нашла Другая за руку вела Я ее за то прокляла Будет время и будет ночь Как в голодный беззвездный час Ты беги, разлучница, прочь А вернется днем мой князь Свыхнут порохом дом и лес А дорога ему в мой край Как затлеет подол небес Всю, как есть, меня забирай Субтитры создавал DimaTorzok 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 А, да, я пока не привычен просто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем, отличный эфир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Которую надо обязательно зачитать 46-47, кстати, 46-47 Свои пробелы, дальше пишите Все, что хотите Слушаю мельницу с 8 лет Уже почти целую декаду Пишет человек Декаду это, видимо, 10 лет имеется в виду Все это время группу Жутко люблю, а Натальей восхищаюсь Вы мой детский кумир Почти как детская фея зубная Сегодня меня прорвало Сегодня меня прорвало на сентиментальности Поэтому хочу поблагодарить Наталью и всю группу Ваша музыка учила меня чувствовать А выросшие из любви к вам интересы Привели к важнейшим событиям в моей жизни Спасибо вам за чудеса Не плачь, Наташа Да Ты понимаешь, что ты детская фея практически Зубная Зубная, да В моем случае зубная Это правда Теперь вот, как и обещал, по городам и весям Интересная география сегодняшнего эфира? Конечно Я буду быстро Потому что их реально много Я постараюсь быстренько проскочить Так сказать По верхам Если что-то не замечу Простите, пожалуйста Ну, привет Наташа Семеновна, Юрий Из Франкфурта на Майне Ирина и Сергей Франкфурт, не надо объяснять, где это Сочи, Ижевск, Краснодар, Волгоград, Омск И Сентуки, Барнаул, Архангельск Томск, Ростов-на-Дону, Самара Израиля ждут Казань, Елец, Петрозаводск, Рязань Калининград, Липец, Чебоксары, Старая Оскола Владивосток, Ряжск, Костомукша Балакова Арзамас Опять Владивосток Буйко, Стромская область Красноармейск, Украина Семипалатинск, Казахстан Латвия, Рига Краснодар Камрад, Молдова Ярославль Владимир Барнаул Нефтьюганск Ну, Москва-Питер мы не берем Потому что это, естественно Челябинск Минск Казань Омск Николаев, Украина Сергеев, Посад Омск опять Значит, Балашов, Саратовской области Гродно, Беларусь Межгородская область Ивантеевка Юшкар-Алла Сыктывкар Днепропетровск Украина Ижевск Петлодиосток Донецк Омск Томск Саранск Ярославль Волжск Морел Лондон Опять Лондон Питер Морел Нет, это Лондон не в Морел Это Лондон В Прибритании Значит, при Эльбрусе Так, Мельбурн Это правда Мельбурн Батюш Казань Пинск Беларусь Вятка Ростов Надану Барнаул Алтайский край Курганская область Великие Луки Струги Красная Псковская область Киев Великий Новгород Орел Кировская область Почти лес улицы И свое радио Пишет Значит Заволжье Москва Ну, понятно Кэрмель Израиль Тула Могу читать дальше Сосновый Бор Опять Киров Казахстан Астана Сыктывкар Домодедово Минск Ижевск Семен Я прошу прощения Ты Как бы Аплос Сейчас как бы Листаешь Просто я смотрю Да, практически Новодвинск Нижний Новгород Город До 24-го года Называвшийся Петроград Петроград Ниагара Фоллс Это штаты Эх, мельницы Мои тинейджерские годы Прошли под вашу музыку Как здорово Просто ностальгия Марии Савичи Из Ниагары Фоллс Архангельск Кем Кемская волость Карелия Кемская волость Кемская волость Калининград Самая западная точка Десногорск Я могу дальше Воронеж Короче, едем в Мельбурн В Прибританию И в Ниагара Фоллс В Лондон Да, и в Лондон Вам надо бы заехать Это рядом Чё там Наташа-то совсем рядом Челябинск Вот мелькнул Курск Ростов Ну и так далее Очень широкая география И мы гордимся тем Что аудитория Это очень круто Она очень широкая Не только в России Как вы понимаете Беларусь, Украина, Казахстан Зарубежные Наши ребятки Живущие За бугром Вот Я думаю Что в Ирландии Должны слушать тоже В обязательном порядке Так Привет Из Акибастуза Например Вот Неожиданно Даже догадываемся Мне кажется Мы знаем От кого это Почему У нас есть человек Из Акибастуза Казахстан Кто у вас оттуда Леша Мне кажется У тебя лучше получится Сказать Оператор Своей волжанки Ну это долгая история Давайте дальше Хорошо Я в общем не настаивал Я не настаивал Ну в общем Передали мы приветы От всех людей Которые слушают эфир сегодня Была долгая пауза Без музыки Омск С вами Спасибо за автограф В книге Кому-то ты оставляла Автографы в Омске Видимо Я много кому оставляла Автографы в Омске Давайте пей дальше Так уж и не упомнишь Что это будет А сейчас будет песня Которая готовится На нашей следующей пластинке То есть я Ну как бы Я надеюсь Что это будет первый сингл С грядущего альбома Так я Пафосно сказал Она называется Марсианский экспресс Как всегда Живой звук В программе Живые Мельница здесь сегодня Поехали Поезда уходят в ночь по расписанию Избегая мимолетного касания Где над бездною звезд петна Знать бы не все их имена И помнить Пусть без воздуха Без звука Даже без дыхания Имена Звезд без сна Без воздуха И без дыхания Поезда идут Груженные снарядами Где звезда Гранатовая Виноградная Где весна Пой везет с песком Где в нем Усни Шишут Арбиском И разлетятся На гусь Стеклом Пойметы Эдроградные Стеклом 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 Поездами Шью Обугленную Летопись Я исчезаю В переплете Огненных страниц Смотри 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 Это время Снова Сходит С рейс И стрелки Мечут Саймой Экспресс Уже стремится В тот Последний Рейс Где мы С тобою Встретились Мой Экспресс Сходи Сей Стремится В тот Последний Рейс Пристретились Уже стремится В рейс Марсианский Экспресс Уже стремится Именно Usей Мы Стремиться Раз раздел Рейс Уже стремятся Гарвар�� Ты знаешь, именно после этой песни Вдруг появился вопрос Который я не могу Не зачитать Что-то все-таки навевает твоя музыка На людей А вот Наталья Андреевна пишет человек Не касающийся музыки вопрос Достоевский или Толстой? Достоевский Спасибо, Наталья Андреевна Ты преподаешь кому-нибудь? Сейчас нет Кто к тебе может обращаться так, Наталья Андреевна? Ой, ко мне все так обращаются А что же я-то так лоханулся Да нет, на самом деле Ко мне по всякому можно Музыканты? Наталья Андреевна? И фанаты так обращаются Хорошо, я буду иметь в виду Но на самом деле как-то неожиданно Такая молоденькая, яркая девчонка совсем А ее по имени-отчеству Тебя не колбасит от этого? Ну куда, Наталья Андреевна? Наталья Андреевна, ты можешь стать через 20 лет Нет, почему? Меня даже папа в детстве так иногда называл А, то есть у тебя привычка с детства пошла? Да Спасибо, папе Я понял Вот из Нижнего Тагила человек нарисовался Архангельск, Чайковский Это Пермский край Народ до сих пор продолжает географию Значит, Владивосток не спит Пишет Ольга Мирошник Нахожусь в диком восторге От дуэта Килависа с Алексеем Горшеневым Еще бы Два шикарных голоса спелись в одно Но песня «Ангел» получилась еще более драматичной Чем была более проникновенной Спасибо Вот бы услышать в студийной записи Но что касается студийных записей дуэтов Я думаю, что это вопрос не только к тебе тогда получается А и к тому человеку, с которым ты этот дуэт пел Правильно? Без сомнения Ну и плюс еще, естественно Должна быть какая-то новизна в дуэте То есть, на мой взгляд, не имеет большого смысла Перезаписывать какие-то вещи Без серьезных изменений, внесенных в аранжировку Только ради того, чтобы добавить дуэт То есть это нужно либо делать совсем полный ремикс Либо уже как-то довольствоваться концертным исполнением Я не знаю, что имеется в виду в данном случае Почему человек, девушка, видимо, с ником Основа Наста Пишет следующее Жизненно важно услышать голос гитариста Вы его только что слышали? Нет-нет, я не знаю, что она имеет в виду То ли бэк-вокал, то ли живой голос в микрофон Иди подойди, Сереж Скажи что-нибудь Почему-то Насте вот, Наста А лучше спой сразу, Серый Я тебе буду в следующей песне Жизненно важно услышать твой голос Раз уж пришел Раз уж пришел Давай-ка мы вот о чем Тут народ интересуется В принципе, играют ли музыканты группы Мельницы Еще где-либо Кроме... Подними микрофон к себе, пожалуйста Вот, спасибо В данный момент я нигде не участвую Отовсюду выгнали Выгнали? Как такое нужно? Всем коллективам нужен участник, который может всегда, всегда готов А ты готовишься только с Мельницей А у нас в последнее время довольно плотное расписание Поэтому тебя везде попросили А меня терпят, пока не выгоняют Дим, ну как, у тебя ж не так много, три коллектива же? Шесть Да ладно? Ну, Мельница, ну, желанная Кто еще? Тинтал есть такая замечательная группа Тинтал, чудесная группа, да Есть замечательная группа Тинави У нас солистка живет сейчас в Париже Поэтому мы почти не играем Накладок не возникает А еще два клубных проекта Бэкстейдж и Плюмбум Дримс Это трибют Ледзеппелин А как ты умудряешься успевать во всем этом принимать участие? Как-то... Ну, не всегда успеваю, но я стараюсь Есть такая книга Это Алексей Которую мы скоро напишем Так Ну, ты начал, говори дальше уже Что ж ты тогда сказал, Бэк? Где ты еще играешь? Я? Да А я-то тут при чем? По-моему, с Дмитрием Фроловым Я уже закончил Да, я уже закончил Продолжай, Алексей Ну, есть ряд коллективов, которые... Я думаю, что, в общем... Вы все можете узнать на моем сайте Засранец Он тебе рекламу делает И, понимаешь, молодец Не надо париться, надо пиариться Какое железо пока в жизнь не расплющили Я понимаю Далее, ну, спрашивайте, надо, в каких коллективах она еще принимает участие Мне кажется, было бы... Да, действительно, кстати, интересно Да, давайте вот послушаем Было бы глупо Леш Ну, кроме-кроме как мельницы Сейчас мы к басисту обращаемся Ну, последние три года я больше слушаю Ну, то есть у меня основная работа звукорежиссер Поэтому с утра до вечера, семь дней в неделю Вот все, кто... Хочет, приходит Хочет, приходит, поют, играют Вот мне приходят А отдыхаешь ты уже в мельнице А я отдыхаю на кастроле Я тебя очень хорошо понимаю Дим, ну, чего? У тебя осталось еще спросить Кроме как с мельницы, где еще играешь? Ну, так сказать, что основное образование у меня все-таки классическое Вот, и я как все-таки... Как оркестровый больше музыкант Поэтому работаю в оркестре Ну, в разных оркестрах В каких, например? Ну, сейчас работаю в оркестре Боян Такой есть оркестр русских народных Пока не знаком Ну, ему уже сорок, так сказать, пять лет Поэтому пока не знаком Молоденький еще Ну, и группа мельница Ну, бывает еще Я езжу с некоторыми такими прославленными коллективами Тоже вот оркестровыми на гастроли Ну, это бывает такие раз-два Там, может быть, в год приглашают Ну, это тебя и кормит, я так понимаю Ну, да Належался Спасибо Спасибо за то, что так открыто и откровенно Это очень круто Бедный барабанщик, пишет Андрей Архипов Ну, чего он бедный-то? Че, я не бедный, я как раз Он как раз нормально себя чувствует Грех жалов Шесть коллективов Это не потому что А, слушай, вот правда Тогда вопрос будет следовать Шесть потому что жадный Или шесть потому что Времени много свободного? Нет, потому что их раньше было больше Осталось шесть Вот те, кто меня очень любят И терпят вот мое расписание Замечательно Давайте петь дальше Что это будет? А сейчас как раз будет Песня «Радость моя» Про которую я уже говорила Что планирует судить со Шклярским И которую мы совершенно переделали По сравнению с тем Как она вышла на сингле Ну, теперь представим себе Еще голос Шклярского Рядом с Наташей Да, вот Жанов умеет изображать Шклярского Неплохо Как всегда, живой звук В программе «Живые» Мельница здесь сегодня Поехали Бестеместного и невесомого Как тебе услыхать меня Если ты плодь от плоди слова И я же кровь от крови огня Пусть горает сухолье Бесчисленных дней В обнаженной груди докла Не умыщи голоса логос По мне раскаляется до вилла Радость моя Подставь ладонь Можешь рукой оттолкнуть меня Радость моя Вот тебе огонь Я тебя возлюбил О, я Я Запрокинутым солнцем Слепящего дня Беднотелым звоном быков Я с тобой говорил языками огня Я не знаю других языков И в лиловом кипящем салубе Нет, но серебровый стечь Я принес себя в жертву Себя самому Чтобы только тебя и встреч Радость моя Подставь ладонь Можешь рукой оттолкнуть меня Радость моя Вот тебе огонь Я тебя возлюбил Более огня Верное имя Твоя дверь Сердце сверкающей Пусто ты Радость моя Ты мне поверь Никто не верил в меня Более, чем ты Более, чем ты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Ну что ж, кой уж зашла речь сейчас Люди, с которыми поешь О каких-то, возможно, коверах даже Сашин день близится Это мероприятие, в котором принимает участие Достаточно большое количество интересных музыкантов Это день рождения Башлачева А что ты будешь петь там? Мне просто стало сейчас любопытно Ну, честно говоря, у нас там достаточно небольшое сет Это, как все понимают, будет очень камерное такое Акустическое мероприятие Поэтому я думаю, что я не буду мудрствовать лукаво И поскольку уже есть некоторый опыт работы с наследием Башлачева То есть то, что мы делали с Калиновым мостом по осени Когда Дима решил выпустить Альбом Башлачевских песен И мы, значит, в концерте пели Как ветра осенние И мне очень нравится петь эту песню Мне кажется, она неплохо получается Поэтому я думаю, что эта песня прозвучит То есть ты далеко не будешь там Мудрствовать лукаво Раз уж она нравится, то ее и будешь петь Правильно Вот здесь Екатерина Зубова написала Недавно рисовала Хилавису с похожностью Проблема, но я старалась Не знаю, показывает тебе эту картинку или нет Но видно, что человек старался Искренне старался 28 марта даже подписано с автографом Она написала портрет Хилависы Я тоже пытаюсь понять С кого рисовался этот портрет Человек старался Очевидно Старался Сейчас Леша Денис увидит Да, ну что, как Не надо, пока хорошо Даже не смотри И на том спасибо Но она старалась В любом случае Человек старался Спасибо Это же важно Конечно Для нас подруга Хилависа Тоже стала феей Пишет Лана Слушаем ваши песни С 8-9 лет Каждый раз находится Что-то новое Волшебное Вы мотивируете И вдохновляете Спасибо Спасибо Ну а ты Тебя чего, удивляет, что дети слушают? Ну это же нормально Да у меня половина группы Такие же дети И парни напряглись Слюди сопли потекли Сейчас потихонечку Давайте как-то Платочки всем нужны Памперсы есть Все, порядка Ну какие дети Они опытнейшие музыканты Профессиональнейшие люди Хотя нет Опять же Если Наталья Андреевна То да На самом деле дети Нет, я думаю, что Я думаю, что просто У музыкантов Как правило Еще более Выражена разница Между Паспортным возрастом И психологическим возрастом Это у любого творческого человека Как у любого творческого человека То есть у нас все Крайне Крайне съехавшее Вот Отъехавшее Отъехавшее Угу Послушайте У нас осталось Совсем немного времени Буквально там 20 минут до конца программы Поэтому, наверное Был бы смысл Сейчас немножко Чуточку-чуточку О серьезном Группа Мельница Группа, действительно С которой у многих людей Много что связано А как показывает практика Вот дети слушают С раннего возраста И потом декадами Измеряют свою любовь В группе Мельница И считают, что под эту музыку И под эти песни Собственно, у них появляются Какие-то важные Проявляются важные их качества И появляются важные события Основанные, опять же На том Что делает Мельница Тебе самой Вот по ощущениям Собственным Вот правда Я когда сказал молоденькое Совсем юное Очаровательное создание Ведь это же правда Внешне Внутренне По всем проявлениям Мельница Совсем не тот человек Которого надо называть Натальей Андреевной Правда А когда вдруг Ты слышишь такие вещи И когда ты понимаешь Тебе могут сказать Я выросла на вашей музыке Подойдет тебе какая-нибудь Деваха твоего роста Такая же, да Яркая Такая же Как ты вот внешне Практически молодая И привлекательная Скажут Я выросла на вашей музыке Вот какого тебе Это будет воспринимать? Ты не бахнешься в обморок Это периодически происходит Когда дети говорят Ладно Нет-нет-нет Вот именно Вот такие же Вот примерно Как я Приходят Такие говорят Да, Алексей К Алексею на сайт Надо ходить Я уже знаю Алексея Орлов Точка ру Вот там все написано Все что нужно Нет Нет что нет Просто нет Просто нет Короче Короче Регулярно На самом деле Такое происходит Что вот Действительно Приходят люди Вполне взрослые Говорят Выросли на ваших песнях Я говорю Ну хорошо Ну хорошо При том что у меня Нет ощущения Что мы какие-то там Монстры И очень давно В шоу-бизнесе И вот эта вот Цифра 15 лет Она честно говоря Кажется очень странной Потому что меня Все время преследует Конечно Чувство что Ну не то что прям Мы только-только начали Но все Но по крайней мере По крайней мере Что Нам предстоит сделать Намного больше Того что мы сделали уже Вот Вот я сказала Все самое интересное Только Только начинается Мне кажется Да Потому что каждый Каждый альбом для нас Каждый концертный тур Это не то что Повторение пройденного И не Не Перетасовка Каких-то уже Известных элементов Это каждый раз Некая ступень На которую нам нужно влезть Это каждый раз Некий апгрейд То есть некий рост Получается Да И мы себя прям Подпихиваем Это очень чувствуется Сейчас По работе Над новой пластинкой Именно то что Как бы Все Сами себя Стараются Как вот Барон Минхаузен За волосы Прям тащить И тащить И тащить Смотри что пишет Артем Рыжков А я впервые услышал О группе Читая фэнтези Наши фантасты Жутко любят Брать песни Мельницы В качестве Эпиграфов У трех Помню точно Они не всегда Спрашивают разрешение Ну а тебя это Смущает Что они это делают Нет Меня это совершенно Не смущает Но мне приятно Когда они просят разрешение А разрешение В данном случае Имеет ввиду Финансовую Подоплодку Или просто человеческую Нет Абсолютно человеческую Абсолютно человеческую То есть как бы Люди пишут Здравствуйте Здравствуйте Наталья Я пишу такой-то вот роман Он будет там-то издаваться Можно ли использовать Строкую вашей песни В качестве эпиграфа Да Спасибо огромное Что спросили Конечно используйте Так он же знает Человек же знает Что ты скажешь Да спасибо Ну мне кажется Это просто момент Элементарной вежливости Это да Это вот с этим Я не могу не согласиться Это правда Значит Пора на трехчасовой Переходить Пишет мне человек Эфир программы Живые Ну да Нет За стола нужно вставать Все-таки С легким чувством Голода Поэтому перекармливать Тоже нельзя Программа двухчасовая Как хотите Привет живые Пишет Сергей Малявин Группа Мельница Группа Мельница Занимает заметное место В моем плейлисте Но меня всегда Интересовало Почему в песнях группы Нет ничего От русской Фольклорной музыки Это Хиловисе Не близко? Сейчас будет Чуечка Вот что Что значит Моя чуечка Опять я Попадаю В прям Следующую песню Как называется Следующее произведение? Травушка Как всегда Живой звук В программе Живые Это ответ Сергею Малявину Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сколько раз я видела пожар, пепелище, сколько я ночей сна не знала, сколько мое сердце ошибалось, да все ищет, а судьбы своей не устала. Поздно и рано не отыскать тропинку другую, чтобы с чужой земли возвратиться в землю родную. Забери меня с собою ты, перепелка, унеси чащу глухую, стану серой птичкой незаметной, да и только растоплю тоску ледяную. Речка моя сестра, принятая укрое полною, будет ко мне добра разлучить навечно с бедою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну давай я тебя добью окончательно. Прочитаю еще одно сообщение, любопытное. Кумир добей их танцем. Тимур Рахмадулин пишет. Начал слушать мельницу с 13 лет. Когда слушаю ее, наступает ностальгия. Спасибо вам, что вы есть, вы лучший. Спасибо. Дети мои, сказала Наталья Андреевна. А вот от Никиты Пятачковой любопытнейшее сообщение пришло. По его точке зрения, секрет популярности голоса хиловиста прост. Это ведь голос соседки, воспитателя в садике, учителя в школе. Такая вот мысль ударила в голову Никите Пятачкову. Как он пишет в данном случае. Музыканты почему-то этому так рады сейчас. Ну, потому что они же знают, что я действительно есть, в общем, воспитатель в садике. Для кого-то ты соседка, воспитатель, да, учитель. Просто мистер Шпетер. А, кстати, к мистеру Шпетеру тоже масса вопросов до сих пор продолжают поступать. Ты знаешь, бедный мистер Шпетер. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок. 46-47, сначала пишите свои, делайте пробел, а дальше уже, естественно, все, что хотели бы сказать. Спросить, возможно. Вот к мистеру Шпетеру, сейчас я найду этот вопрос. Он где-то был у меня даже выделен. Их так много, что не все успею. Вот, нет, не то. О, где ж ты, где ж ты, где ж ты. Ай, как время-то, жалко терять сейчас. Ай. Ну, ладно, затерялся этот вопрос, но бог с ним. Не хочу терять сейчас времени на поиски. У нас остается, ну, одна песня, судя по всему, да? Или две, скажи. У нас вообще две. Две ты хочешь, да? Да. Хорошо, тебе не могу отказать в том, чтобы спеть. Две песни, ты же хотела их слепливать. Но ты же не разрешил. Не разрешил. Не разрешил. А теперь можно. А надо было. Не те песни хотели слепливать. Ну, это слеплять. Извините. И извините. Так, где же все-таки был-то этот вопрос? Я же даже его как-то помечал. Ну, бог с ним. Ближайший концерт. Надо рассказать об этом, я думаю. Пришло время. А, ближайший концерт в Москве состоится 23 апреля в Yota Space. Это будет такой вот, как бы, большой весенний концерт. Мы его назвали «На пороге весны». В нем будет принимать участие замечательная Татьяна Зыкина. И, ну, как бы, не знаю даже, что еще об этом концерте сказать. То есть мы очень любим эту площадку. Мы регулярно туда возвращаемся. То есть на нашей памяти это уже побывало и Б1 Максимум, и главклуб. Теперь вот будет Yota Space. Ну, как всегда. Ждем всех москвичей гостей столицы. А потом... А что будет особенного? Вот спрашивают просто, что такого прям особенного? Или это есть секрет, который не стоит рассказать? Это и есть секрет. Это и есть секрет. Это и есть секрет. Хорошо, не будем выпытывать тогда секреты. Особенное что-то будет по-любому. Ну, конечно. Мы всегда что-то сочиняем. 23 апреля. Да, мы всегда что-то сочиняем для столицы. 23 апреля Yota Space во сколько? Я не знаю. Давай начнем с 7. Люди точно не прогадают, не ошибаются. Ну, ну, 8, да? Пускай приходят к 7. Ну, чтобы не опоздать, к 8. Ну, да, 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 да. Итак, сейчас приходит время, когда я могу сказать, что надо петь. Просто иначе мы не успеем... Все-таки у нас одна песня или две? Ну, по хронометражу какие они, скажи мне. Сколько примерно по времени? Сколько они? Минут по 5. По 5? Нет, по 4. По 4 успеваем? Все, тогда две песни подряд будете выпеть. Мы будем прощаться с аудиторией. Завтра новый альбом в программе «Живые» презентует группа «Одно-но». Совершенно иная музыка, но тоже любопытная. Поэтому всем до завтра. Будьте здоровы. Мельница заканчивает свою музыкальную программу здесь, в программе «Живые» на своем радио. Погнали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!